Входим в трое крупнейших микрофинансовых организаций в России. Занимаем второе место после домашних денег. У нас самая широкая сеть офисов по всей России. Мы присутствуем во всех городах-миллионниках. Наши миссии, мы оказываем финансовую помощь простым людям. Основные комментарии, что наши ценности, это, безусловно, ответственное кредитование, постоянная атмосфера энтузиазма, работает команда талантливых людей. На сегодняшний момент МИП-кредит включает беззалоговые займы на сумму от 3 до 30 тысяч рублей новым клиентам и до 80 тысяч рублей лояльным клиентам, о чем мы в последующем с вами поговорим. Мы входим в финансовую корпорацию «Открытие». Это наш основной инвестор на сегодняшний момент. Нам в прошлом году был повышен рейтинг до уровня АА-. По итогам 2014 года наш кредитный портфель превысил 1,6 миллиардов рублей. Всего выдано 383 тысячи займов на общую сумму более 10 миллиардов. На сегодняшний момент, по итогам 2014 года, мы показали самую высокую динамику прироста по микрофинансированию не займов до зарплаты, а все-таки займов со средним чеком 25-30 тысяч рублей. Кто наши клиенты? Наверное, те же самые люди, что и клиенты любой стандартной микрофинансовой организации. Сразу замечу, что наша бизнес-модель значительно отличается от, допустим, бизнес-модели лидера рынка домашних денег. У нас сеть офисов, которые расположены по всей территории России. Мы большинство клиентов привлекаем через интернет. Это больше 80%. Дальше клиент совершает звонок в контакт-центр, либо ему перезванивает контакт-центр. Идет обработка заявки, моментальный споринг. Буквально месяц назад мы запустили онлайн-анкету, которая показала значительно хорошие результаты и дала очень сильную экономию бюджетов. И дальше клиента приглашают в офис, где уже происходит непосредственно идентификация этого клиента и происходит выдача займа. Основной заемщик преимущественно женщины в возрасте от 36 до 42 лет. Средний доход нашего клиента 35 тысяч рублей. Основные мотиваторы заимствования, безусловно, повседневные расходы, ремонт квартиры и дома. В основном заемщиками являются работники сферы услуг. Служащие сейчас, так как больше стало заявок через онлайн, и мы видим положительный тренд, у нас сейчас качество заемщиков изменяется, и большее количество заемщиков приходит из банковских, в том числе банковских заемщиков. Мы активно развиваем сейчас работу с крупнейшими банками и работаем, наверное, с основными розничными банками на постоянной основе с точки зрения покупки их отказных заявок и фондирования. Какова наша стратегия? Вообще, наша бизнес-модель выстроена исходя из того, что мы начинаем зарабатывать на повторных клиентах. То есть на тех клиентах, которые берут второй, третий и последующие займы. Для нас новый клиент убыточен. Это изначально заложенные принципы и стратегии в бизнес-модель. Поэтому, безусловно, в текущей ситуации нашего рынка мы все прекрасно понимаем, что большинство банков закручивают свои скоринговые модели. Мы делаем ставку на повторных клиентов, развиваем этот портфель. Если сказать о структуре нашей клиентской базы, то она примерно представлена на слайдах. У нас есть повторные клиенты, у нас есть клиенты новые, это маркетинг. И у нас есть деление на активные продажи и агентские продажи. Активные продажи – это, как правило, продажи по рекомендациям. То есть, когда клиент кого-то рекомендует, и дальше финансовые консультанты совершают обзвон, ну и, соответственно, совершается продажа. Агентские продажи – это принцип привлечения агентов, это дублирование по факту лидогенерации, только личные продажи, не через интернет. На сегодняшний момент в структуре нашей клиентской базы повторные клиенты занимают 44%. Это те клиенты, которые имеют второй и более займ. На сегодняшний момент мы понимаем, что основные… Почему люди к нам приходят, да? Почему люди берут второй, третий, четвертый, пятый займ? Безусловно, мы их мотивируем на это. Мы… Сейчас я позже чуть-чуть расскажу по поводу специальных программ мотивации, но очевидно, что если им первый раз понравилось обслуживание, если у них не возникло никаких проблем с получением первого займа, то наши клиенты, они в основном все-таки ленивые люди, они привязаны к одному финансовому консультанту, если им понравилась девушка, которая выдала их, хорошо их обслужила, то, безусловно, скорее всего, они вернутся. Больше всего новых клиентов у нас конвертятся в лояльных, безусловно, в Центральном федеральном округе, лидируют города, там, миллионники, не совсем, не до конца понятно, почему там Нижний Новосибирск и Самара, но это вот факт, который показывает наша аналитика. Доля активных и агентских продаж составляет всего 10%, и, честно, мы там в ближайшее время будем отказываться от этого канала, потому что, по факту, он себя изживает, и все больше и больше клиентов приходит через интернет, и наша статистика по запуску онлайн-анкеты показала, что онлайн-анкета дает не только, не только улучшает сервис для клиента, но и приводит более качественного клиента, как ни странно, то есть это, как правило, категория клиентов группы B и C, есть каналы, которые приводят только там А и Б, что для микрофинансового рынка достаточно хороший положительный тренд. Что было? Компания существует с 2011 года на рынке, безусловно, мы каждый год нарабатываем свой портфель лояльных клиентов, и я еще раз повторю, что лояльные клиенты для нас это все. Соответственно, в 2015 году мы хотим сравнять портфель между новыми лояльными клиентами, какие продукты, какие отличия. Мы в прошлом году сделали существенный шаг в развитии и вообще вот в так называемом более качественной работе с лояльными клиентами. В прошлом году компания внедрила систему CRM ZIBEL. Это был достаточно сложный и тяжелый переход. Мы стали такими монстрами, но долго очень сомневались, потому что для компании это были очень большие инвестиции. Финансовая корпорация открытия работает на другой системе, не на ZIBEL. Тяжелый был подготовительный этап. На момент внедрения у компании существовало 48 больших РП, как правило, в городах-миллионниках, плюс крупные города. Но эта система нам на сегодняшний момент позволяет более качественно коммуницировать со всеми заемщиками. Какие продукты? То есть продукты, которые предлагаются новым клиентам, это займы Payday, так называемые деньги до зарплаты на короткий срок. Сразу скажу, что в нашей компании доля таких займов не больше 5%, и мы на этом не специализируемся. И, скорее всего, в ближайшее время таких займов будем уходить, потому что очень рискованная категория, нерентабельный продукт, конверсия в займы Cashflow очень низкая. То есть, как правило, если человек берет Payday, маленькая вероятность того, что он конвертируется дальше на займы Cashflow. Основную долю, там, больше 90% занимает займы Cashflow. Для новых клиентов мы выдаем до 30 тысяч, на 24 недели, каждые 2 недели совершается платеж. В чем отличие предложений для лояльных? Соответственно, аналогичная схема оплаты платежей каждые 2 недели, но при этом чек, безусловно, мы наращиваем. То есть, для лояльных клиентов, как правило, формируется, если это категория А, предложение на 80 тысяч. Мы постоянно, вот, каждый месяц у нас запускаются на разные целевые аудитории лояльных. У нас есть очень хорошие датабейс-менеджеры, где мы очень детально анализируем группу лояльных клиентов в зависимости от того, какой был первый займ, на какой был срок, каким образом клиент платит, через какие системы, какая категория была ему присвоена на момент первого получения займа, какая категория у него сейчас. Какой по счету займ он берет, мы, исходя из этого, выстраиваем маркетинговые коммуникации, экспериментируем каждый месяц, начиная от того, что каким-то клиентом увеличиваем срок погашения займа и заканчивая тем, что экспериментируем повышение, постепенное повышение по сумме выданного займа. Еще раз скажем, что повторный займ выгоднее для клиента. Почему? Потому что так выстроена бизнес-логика. Выстраиваем логику так специально, мы зарабатываем на лояльных клиентах. Больше сумма, длиннее срок, ниже ставки. Ниже ставки относительно новых клиентов. Ежемесячно оцениваем группы риска, сумму первичного займа, сроки займа, способы поглошения. Как правило, вот сейчас с учетом того, что компания ввела СРМ, мы можем себе позволить формировать индивидуальные предложения. Хотя, безусловно, все скажут, что да, у нас массовый рынок, да, у нас там рынок, где мы работаем с необеспеченными, будем так говорить, клиентами, да, где средний чек по новым клиентам у нас 24, по лояльным 44 тысячи. Но при этом система СРМ нам позволила делать индивидуальное предложение с возможностью изменения сроков сумм ставок в зависимости от глубины там в тысячу рублей, условно. Как коммуницируем? Коммуницируем через e-mail рассылки с индивидуальной стоимостью, предлагаем клиенту в зависимости от его предыдущей, от его предыдущего займа и способа погашения. СМС, ну и, безусловно, это обзвон финансовыми консультантами. Что мы в итоге получаем? Конверсия взайм. Вот здесь на верхнем графике представлены наши конверсионные показатели. Это реальные цифры, это цифры, представляемые там Советом директоров финансовой корпорации «Открытие». Соответственно, если вы посмотрите, там, 2014 год, у нас конвертятся заемщики не просто, там, в третий, четвертый, пятый займ, а в восьмой, десятый и так далее. Соответственно, доля конвертации в последующие займы, она растет. То есть, если люди, если заемщик конвертится в первый займ, то, как правило, есть регионы, где конверсия там составляет, ну, даже ниже 35%. Человек, который берет пятый и более займ, средняя конверсия составляет больше 43%. Положительный тренд, именно поэтому мы выстраиваем постоянную коммуникацию с этими клиентами. Причем коммуникация идет не только акцентно на клиентов, то есть, e-mail, рассылки, смс и так далее, но коммуникация идет и напоминающая на финансовых консультантов. Как там заметили на предыдущей сессии, я беру займ, потому что мне понравилось, как меня обслужили, потому что я знаю своего финансового консультанта, потому что мне нравится девочка, которая там заполняла со мной документы, и мне проще с ней уже взять там второй, третий, четвертый займ. Мы дополнительно мотивируем своих финансовых консультантов, чтобы они берегли свою базу лояльных клиентов, чтобы они ее развивали. У них есть дополнительная система мотивации на это. Постоянно проводятся конкурсы, там самый большой портфель лояльных клиентов среди финансовых консультантов. Ну и, собственно, вот эти все наши усилия, которые мы сделали в прошлом году, они выражаются в том числе и в финансовой прибыли. Мы сейчас, наверное, не знаю, ну, по крайней мере, среди публичных данных, мы сейчас ТАИНФО, которое прибыльно и в которую корпорация «Открытие» инвестирует активно. И сейчас, в ближайшее время, мы запускаем новые проекты с картами. И, наверное, наша бизнес-модель отличается от большинства бизнес-моделей МФО в том, что мы идем в своем развитии в разных направлениях. То есть у нас есть и онлайн-кредитование, и у нас есть кредитование ближе, конечно, к банковскому сектору, наверное, с такой же структурированностью. Как стимулируем? Деньги дешевле, большие по сумме, что клиенты сейчас, какие потребности мы видим, с учетом того, что расширяется сегмент банковский, и растет доля отказников банков в нашей системе продаж, мы стимулируем в том числе и акции. Не только продуктам, которым мы предлагаем. Запускали несколько акций в прошлом году, идут акции в этом году. Очень хорошие кейсы выказала акция «Деньги на телефон». Никому не нова идея, все достаточно банально. Смысл акции был в том, что качественный заемщик получает платеж на телефон. У нас достаточно сейчас жесткая скоринговая политика. Мы по скоринговой политике приближены, наверное, к банкам уже на сегодняшний момент. Именно поэтому, к сожалению, а может, к счастью, нам разрешают запускать только акции, которые в том числе и стимулируют качество оплат клиент, которые приучают клиента к дисциплине. То есть, как правило, мы вот эти розничные акции делаем не просто там дарим деньги всем, кто взял займ, а тем, кто погасил один, два или три успешного платежа. Тем самым, безусловно, сокращаем расходы, в том числе и на коллекшн. На опыте проведения вот нескольких компаний, там, деньги на телефон, у нас сейчас идет акция, там, планшеты в подарок. Могу сказать, разыгрывали в прошлом году автомобиль. Могу сказать следующее, что, безусловно, каждая акция дает какой-то положительный респонс с точки зрения конверсии, повышения конверсии, привлечения новых клиентов. Но на нашем опыте больше работы нескольких компаний.